Развод, даже самый цивилизованный, всегда причиняет боль. А если единственным инициатором расставания был муж, теперь уже бывший, то к боли примешивается глубокая обида, непонимание, разочарование и неуверенность в себе. Но даже самые сильные обиды и масштабные разочарования не всегда способны убить любовь. Часто один из супругов, тот, кто был против развода, даже через несколько лет все еще надеется вернуть семью. Бывают и такие ситуации, когда тот, кто хотел развода, в последующем об этом жалеет. Энтон Пепеп. Как вернуть бывшего мужа в семью и восстановить былые отношения? Вопрос сложный и не всегда решаемый. Если в семье есть дети, и муж к ним привязан, то вы обладаете неоспоримым преимуществом. Ни в коем случае не пытайтесь манипулировать бывшим мужем при помощи детей и не настраивайте их против отца. Этот путь, такой привлекательный на первый взгляд, ведет к еще большим проблемам и разочарованиям. Вероятно, ваш муж в данный момент вас не любит, иначе не ушел бы из семьи. Но если он сохранит уважение и теплое чувство, то у вас есть шанс вернуть его со временем. Поэтому ведите себя благородно, позволяйте мужу видеться с детьми, постарайтесь объяснить им его уход как можно мягче, принимайте его помощь. У вас появится возможность общаться с ним, чтобы обсудить проблемы детей. Пользуйтесь этой возможностью, чтобы восстановить доверительные отношения. Он не должен видеть в вас врага. Вы союзник, и у вас общая цель – благополучие ваших детей. В будущем, после того, как отношения будут налажены, и он перестанет опасаться непредсказуемых шагов с вашей стороны, вы можете попытаться все больше втягивать его в жизнь семьи. Приглашайте его на дни рождения детей, просите помочь с обустройством детской, вместе планируйте, какие секции будут посещать дети и куда они поедут на летние каникулы. Возможно, со временем у вас даже получится всем вместе провести выходные. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Это может подтолкнуть бывшего мужа к возвращению. В случае, когда муж ушел к другой, и в их отношениях все прекрасно, вам будет особенно трудно. Главный совет в этой ситуации – запаситесь терпением. Конфетно-букетный период рано или поздно закончится, начнутся серые будни, в которых неизбежны конфликты и непонимания. Для вас это шанс снова завоевать сердце мужа. Конечно, чтобы знать о проблемах в его новых отношениях, вам нужно держать руку на пульсе. Если у вас есть какие-то общие знакомые, готовые вас поддержать в этой ситуации, воспользуйтесь этим. Узнавайте через них обо всем, что происходит в жизни вашего бывшего мужа. И действуйте, исходя из этого. Используйте свое знание характера и предпочтений бывшего мужа. Вспомните, что он любит или не любит, проанализируйте, в каких ситуациях он был доволен, а какие вызывали его раздражение. Примените эти знания на практике. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Если знаете, что он терпеть не может женских слез и истерик, ведите себя сдержанно и показывайте свое мужество в этой непростой ситуации. Если женские слезы, напротив, всегда трогали его сердце, плачьте не в силах сдержать свое горе. Не устраивайте охоту. Вряд ли таким образом вам удастся вернуть любовь бывшего мужа. Мужчины обычно неуютно чувствуют себя в роли дичи. Не нужно бегать за ним, просить, уговаривать. А вот поговорить без лишних эмоций никогда не помешает. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Для вас это будет непросто, ведь женщины живут эмоциями. Но вы должны помнить, что мужчины более рациональны, и единственное убеждение, которое он вынесет из вашей истерики, это то, что от вас нужно держаться подальше. Успокойтесь и поговорите о произошедшем, затрагивая самую суть, причины его ухода и варианты дальнейшего развития отношений. Возможно, он обвинит в том, что брак распался в вас. Сохраняйте самообладание. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Ведь вы затеяли разговор не для того, чтобы выплеснуть эмоции, а для того, чтобы получить ценную информацию. И вы ее получите, если будете внимательно слушать. Он расскажет вам, что именно его не устраивало в вас, в вашем поведении и отношении к нему. А вы хорошенько подумаете, готовы ли вы измениться и стать такой, какая ему нужна. Если готовы, меняйтесь. Но не спешите ему об этом сообщать и просить возвращения в обмен на то, что исправитесь. Постарайтесь сделать так, чтобы он сам заметил произошедшие в вас перемены. Женщине, которая решила вернуть бывшего мужа, нужно действовать в двух направлениях. Во-первых, предпринимать определенные действия, направленные на привлечение внимания бывшего супруга и налаживание с ним отношений. А во-вторых, учиться жить одной. На первый взгляд, это шаги в противоположных направлениях. Но если смотреть в корень, одно другому не мешает, а наоборот помогает. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Если все случится так, как вы хотите, замечательно. Муж вернется в семью, и вы заживете по-прежнему. Но вы должны понимать, что совершенно по-прежнему не будет. Ситуация изменилась и изменила вас. Вы пробыли какое-то время в разлуке. Возможно, он жил с другой женщиной. Вероятно, у вас были конфликты и разногласия, которые привели к разводу. В общем, было много всего, что помешает вам стать прежними. Поэтому отношения нужно начинать с чистого листа, опираясь при этом на прошлый опыт. И в этих новых отношениях вам очень поможет та сила и уверенность в себе, которую вы приобретете, готовясь к самостоятельной и независимой жизни. Уважение супруга к вам возрастет, если он поймет, что вы готовы были жить одна и принимать решения самостоятельно. Не нужно забывать и том, что события могут развиваться не по благоприятному сценарию. Муж может не вернуться к вам, несмотря на все ваши усилия. Но жизнь на этом не закончится. Закончится только какой-то ее этап. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкит. Вы должны быть к этому готовы. Некоторые отчаявшиеся женщины обращаются к гадалкам, ведуньям, прорицательницам и другим представителям магического цеха. Есть ли в этом смысл? Если вы твердо верите, что выражая проведет церемонию приворота и ваш муж снова вас полюбит, может и есть. Вы хотя бы успокоитесь на какое-то время. Несомненно, все магические ритуалы имеют определенный эффект и влияние. Но влияют они только на тех, кто в них участвует. То есть на вас? Ритуалы придуманы неспроста. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкит. Если абстрагироваться от их колдовского действия, ритуал – это способ завершить какой-то важный период в жизни и начать новый. Поэтому самый лучший ритуал, который вы можете заказать у гадалки – отворот от вашего сердца тяжелых мыслей и депрессивных настроений. Когда вы увидите, что все ваши беды и печали сгорели в огне или утонули в магическом сосуде с водой, вы действительно почувствуете себя лучше. Особенно, если легко подаетесь внушению. А если изменится ваше настроение, то изменятся и события, происходящие вокруг вас. Главное, о чем надо помнить, организуя полномасштабную операцию по возвращению бывшего мужа. Мужчина, каким бы замечательным и необыкновенным он ни был, это лишь часть вашей жизни. Пусть даже очень большая ее часть. Жизнь в любом случае продолжается. Не нужно сожалеть о прошлом, ведь вы не знаете, что ждет вас в будущем. Возможно, через пару лет вы будете с радостью думать о разводе, ведь если бы не это расставание, не было бы новых встреч. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok